Я помню, в Хохловке мы как раз с посетителями. У нас в прошлом году была такая экскурсия по зеленой хохловской макушке, которая проводил отдел природы, чтобы, так сказать, показать природу Хохловки посетителям. Конечно, собирать сборные группы в Хохловке – это отдельное удовольствие, потому что все, как правило, либо по заказу сразу автобус, либо просто погулять туда ехали. Но в любом случае у меня несколько экскурсий бывало, и это было невероятно круто, потому что я сама не историк, и поэтому мы, по сути, вместе с посетителями исследовали Хохловку. И вот мы там как раз находили ящериц-живородок, несколько разных цветовых морф. Разные цветовые вариации, очень классно было. Вот мы там как раз в Хохловке, рядом с спуском от солеварни. Там, соответственно, склон высокий, лестница. И вот мы как раз на этом склоне и аж перец не видали. При этом ящерица-живородка, они имеют несколько цветовых морф. Одна почти черная, другая коричневая, и еще одна яркая, зелененькая, оливковая. То есть цветовые морфы у них – это, как у нас, примерно цвет волос. И очень было круто, что мы их всех застали. И я объясняла ребятам, почему нельзя брать ящериц за хвост. Ну и еще попробуй ее взять за хвост. Да, она, конечно, не заинтересована, чтобы ее за хвост брали. Ей это совершенно не надо. А хвосты, да, у них вот... Вот у этой, кстати, ящерицы явно очень длинный хвост. При этом даже заметно то место, по которому он может отделиться. Но, судя по тому, что хвост длинный, я все-таки предполагаю, что эту ящерицу никто за хвосты не тягал. Вот. А брать за хвосты их нельзя, как минимум, по нескольким причинам. Первая причина, что он у ней очень долго отрастает. Так что, да, он у ней отвалится, но ей это удовольствие никакого не доставит. По сути, для ящерицы это перелом позвоночника, который она, правда, сама для себя и обустраивает. Интересно, что у ящериц переламывается как бы не между позвонками, как казалось бы, а именно вот внутри одного позвонка. То есть там в теле позвонка как раз есть узкое место, и когда сокращается приведенная к нему мышца, вот он разламывается. Вот. Ну и все равно есть небольшие кровопотеи, есть вероятность заражения, хотя и низенькая. Вот. То есть это, вообще говоря, очень стрессогенный и травматичный для них, для ящериц процесс. Ну, понятно. Вот. Это первый момент. Второй момент. Долго отрастает. А все время, пока этот хвост не отрос, ящерицу всяк норовит обидеть, а врагов у ней в природе хватает. Это и ежи всякие, птицы, особенно хищные птицы, и вороны те же самые, кстати, не против ими закусить, и прочие кошки, кстати. Кошки ловят ящери? Да, при том ради забавы. То есть кошка это же мелкий хищник, которому в природе надо хотя бы десяток мышей задавить. Поэтому все, что схожего размерного класса, он давит, и ему это, ну да, это забавно воспринимается. Нам, людям, это кажется жестоким, злобным и все такое, но для него это, ну, программа инстинктивная, да, поохотиться надо, если что-то такое видишь. Соответственно, да, котики давят ящериц. Мне в детстве, лет в 11, доводилось от своего кота несколько ящериц отбить. Да, даже не от своего, кстати, от кота соседки. Хвосты они потеряли, но хотя бы сохранили жизнь. Да, так что хвосты это для них защита, а если просто забавы ради за хвост дернуть, то она этой защиты лишится на время. А это очень-очень грустно. Ну и самое главное, конечно, хвост для них это жирочечек. Это мы люди думаем как бы похудеть, чтобы, так сказать, стать стройными, красивыми и все такое. В природе проблема обратная. В природе обратная проблема жира бы набрать. Жировой запас. Крайне полезная карта. Поэтому, да, это большая беда, как бы вовремя разжиреть, и где этот жир хранить так, чтобы он двигаться не мешал. Поэтому хвосты у многих животных вполне себе жирненькие, симпатичные. Именно вот за этим, чтобы хранить жирочечек. И понятно, что для нас это просто сходить куда-нибудь в магазин, купить еды, и мы счастливы. А для них это большая проблема. Поэтому, да, что накопишь, то свое, то в хвосте. Все свое носи с собой. Вот. И, соответственно, если хвост она отбросит, то ей будет очень грустно, потому что кушаться хочется. И, да, это на самом деле, вот, как говорится, взрослые, имейте в виду, как грустно жить, когда в любой момент не можешь зайти в супермаркет. Приходится таскать жир. Вот. Поэтому, да, дергать их за хвосты не надо. А вот так вот наблюдать издалека видоискатель самое оно. Давай. Ящерица, подмигни зрителям канала Музея Пермских Древностей. Так. Не подмигивает. Видимо, игнорирует. Ну, в общем, да. Всем оставаться желаем на нашем канале. Заходите время от времени. Подписывайтесь на нашу группу. Всем от ящерицы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok